Любой капиталист, я думаю, большинство из тех, кто это сейчас смотрит, знают это не понаслышке. Любой капиталист стремится устоять в конкурентной борьбе и получить как можно больше прибыли путем сокращения затрат на рабочую силу. Один капиталист добивается этого через замену трудящихся машинами, когда компьютер начинает делать то, что ранее делали 50 человек, и так далее. Другой капиталист пытается заменить своих работников более дешевыми, нанимая женщин, если стоимость их рабочей силы меньше тех денег, что он раньше платил мужчинам, нанимая более дешевых мигрантов взамен местных работников, перенося производство в те страны, где рабочая сила значительно дешевле. Мы все это понимаем. Капиталисты всегда пытаются сэкономить на заработной плате, так как делая это, они увеличивают свои прибыли. Но здесь возникает противоречие. Если все капиталисты сокращают численность рабочих или сокращают рабочим зарплату, то в результате у трудящихся становится все меньше и меньше денег. И если у них все меньше и меньше денег, они не могут купить то, что капиталисты производят на продажу. Следовательно, капиталисты уничтожают сами себя, но у них нет выбора. Они должны снижать расходы на рабочую силу. Но таким образом это возвращается бумерангом им в затылок, так как на их товары нет спроса. Становясь все успешнее и успешнее, как капиталист, то есть все богаче и богаче, вы убиваете сами себя. Подобного рода противоречиях Маркс видел начало конца этой формации.